Оль, как ты здесь оказалась? Умники, расскажи. Ну, когда началась полномасштабная вторая Россия в Украину, мы в какой-то момент приняли решение выехать, потому что у меня двое детей. И как раз-таки Ника в первый же совершенно день, вот она со мной связалась и сразу предложила это. Понятное дело, что мы же не знали, насколько это затянется. Естественно, я проснулась в 5 утра от двух взрывов, не поняла, что это было. Где-то в 7 утра ко мне пришла няня с моими детьми, сказала, Оля, вставайте, началась война. И мы еще были какое-то время в Киеве, потом мы были за городом. Мы, конечно же, все ожидали, что это закончится. Мы как-то думали, что этого не может быть, и это не может быть надолго, и что все закончится. Но когда начали просто уже погибать люди в ближнем кругу, когда начались истории отовсюду, не просто ты где-то что-то услышал, а это уже начались конкретные люди. Вот у меня, это где-то было 2 или 1 марта, у меня у Маши расстреляли по дороге из Ирпеня. Ехала мама, 16-летняя девочка, подросток, Настя, подружка моей Маши с 7-летней сестричкой. Расстреляли машину с детьми, и как бы погибла мама, и Настя погибла, и осталась 7-летняя сестричка. И вот в этот момент, еще до этого, вот мне Ника звонила каждый день, говорила, выезжай, выезжай. На что я говорила, ну, как бы, может быть, это все закончится. Ну, вот как бы после этой истории, если честно, вот она как бы была вот последним таким щелчком, в который я поняла, что мы не защищены, что мы можем погибнуть. И особенно, когда ты в дороге, очень было тяжело выезжать из Киева, мы ехали 39 часов. И когда ты едешь с двумя детьми по дороге, ты же совершенно не понимаешь, что может случиться по дороге. Житомирская трасса уже бомбилась, уже там были жертвы, то есть мы уже об этом знали. Все время нужно было изыскивать какие-то пути, у кого-то спрашивать, свободно ли там, как можно проехать. То есть этот путь мы разрабатывали несколько дней, очень сильно тяжело собирались морально, как выехать. Потому что, когда ты сидишь в подвале, ты все-таки чувствуешь себя безопасно. Хотя, как показывает там, я не знаю, Ирпень и Буча, и в подвале было небезопасно. И очень людям было страшно выехать просто, потому что, когда ты едешь в машине, ты вообще не защищен. Непонятно, что с тобой может произойти. Поэтому вот этот вот путь был очень-очень-очень страшный. 39 часов мы ехали до Западной Украины. Вот это было, мы не останавливались нигде. Дело в том, что на каждом, через каждых, я не знаю, сколько километров, может быть 100, может быть чуть больше блокпосты. Поскольку люди выезжают, очень же много беженцев, женщин с детьми, у нас уже 11. Огромное количество машин. И если у тебя блокпост, образовывается пробка. На одном блокпосте мы стояли 8 часов. То есть это всю ночь, двое суток за рулем. Вот мой муж ехал. И знаете, как еще мы ехали. Такая вот совершенно странная ситуация, и которая совершенно невозможно осознать ее в мирное время. Когда мы грузились, у меня муж охотник, и он взял ружье охотничье и положил его на заднее сидение под ноги, под ноги детям. И вот мы когда ехали, я все время думала, а вот не дай Бог, что-то произойдет, как же он достанет это ружье? Как это можно быстро сделать? Я думаю, это я ему как-то его достану и буду передавать. То есть вот такие вот мысли, как ты будешь спасать свою жизнь, как ты будешь спасать, успеешь ли ты. Ну то есть я никогда не думала, что я вообще когда-нибудь в своей жизни буду подобные вещи ощущать и об этом думать. Скажи, а до 24-го числа вообще не было ни у тебя, ни у твоих друзей ощущения, что вот может начаться конфликт? Об этом все говорили, мы вообще ожидали, но в это никто не верил. То есть мы об этом все говорили, мы были как раз с семьей на Шри-Ланке, и 17-го числа, когда 16-го, все говорили, что будет второе, начнется в 18-го числа, а мы как раз должны были лететь. И моя младшая дочка, ее зовут Алиса, она перед выездом со Шри-Ланки говорила, мама, у меня очень болит вот здесь в груди, я что-то такое чувствую нехорошее, давай снимем вот эту виллу, еще продлим и будем здесь отдыхать. На что я и сказала о том, что мы летим как раз ночью, если что-то начнется, мы просто не будем влетать, мы останемся в Стамбуле. То есть ну вот разговоры у нас об этом уже как-то были, но если честно, в них никто не верил. Это же совершенно абсурдная ситуация, что в 21 веке мы можем получить настоящую с бомбами, с градами, с минами, с оторванными руками, ногами, с убитыми детьми. Их уже около 200, это только официальная статистика. Вы же понимаете, что мы еще не знаем, что творится в Мариуполе. И я думаю, что когда мы зайдем в Мариуполь, Буча и Ирпень покажутся нам просто красочными картинками. И то, что это происходит по-настоящему, это абсолютно по-настоящему. И когда я смотрю, какие-то до меня доходят какие-то куски какого-то российского телевидения, где говорят о том, что все это фейки, это не фейк, это настоящая ва**, которая сегодня затронула каждого украинца. У нас ни у кого не осталось ни одного человека, у которого бы не разбомбили дом, у которого бы не умер кто-нибудь из родственников, у кого не пошел бы воевать муж. Понимаете, это все абсолютно по-настоящему. И если люди начнут хотя бы немножечко задумываться о том, что это может быть правдой, и начнут искать информацию, кто ищет, тот ее найдет, ее легко найти, интернет огромен, пока у вас еще есть Ютуб, пока у вас еще есть возможность смотреть информацию настоящую, делайте это. Я понимаю, почему это не происходит, потому что с этим придется как-то жить. То есть если ты ничего не знаешь, это как будто бы этого нет. Вот такая страусиная, совершенно неосознанная психология. Вот я этого не вижу, значит этого нет. Но это есть, это есть. И это очень страшно, потому что уже на сегодняшний день это невероятные жертвы, которые невозможно ни простить, ни принять, и психика это не воспринимает. И вы понимаете, когда нам говорят на Рост-ТВ о том, что они от чего-то нас защищают, какой-то русский язык, я хочу вот сейчас сказать абсолютно важную вещь. Я русскоязычная певица, у которой в репертуаре нет ни одной украинской песни. Не было до ***, сейчас уже есть. Так вот, я два года назад собрала во Львове 35-тысячный стадион. Я так верила тебя, говорил мне о любви. Ты цветы мне присылал, мои руки целовал, когда мы были один. На Западной Украине. Это к разговорам о том, что во Львове нельзя говорить было на русском языке, что русский язык притеснялся. И я, абсолютно яркий пример, наполовину русская, с русской фамилией Полякова, поющая на русском языке, обладала совершенно невероятной большой армией украинских поклонников, которые меня любят, которые меня знают, которые собирают и набивают мне стадионы, и в Западной Украине поют песни на русском языке. Как ты думаешь, если и когда все закончится, весь кошмар, возможно, тебе опять петь на русском для украинской аудитории? У тебя клипы, ты в кокошниках. Ну, кокошников больше нету с 2014 года. Ноу кокошник, ноу лайф. Буду ли я петь на русском языке? Ну, может быть, когда-нибудь, в каком-нибудь, не знаю, наверное, я не знаю. Но самое ужасное, что сейчас происходит, кроме, конечно же, самого ужасного, это смертей. Но то, что люди, 40-миллионная страна, находится в абсолютном непонимании, что будет завтра. Люди в количестве 11 миллионов уже выехали за границу. Кстати, о птичках, они почему-то не едут в Россию. Они едут в Европу, они едут везде, они убегут. И все они в подбешенном состоянии. Я точно в таком же состоянии. То есть 24-го числа я должна была сидеть на съемках «Голос». «Голос» у нас страны, я сижу, я тренер «Голоса страны». У нас должны были начаться съемки. У меня был огромный тур, который должен был идти по всей Украине. У нас были планы. Мы хотели просто жить в своей стране. Мы хотели работать, мы хотели приносить пользу, мы хотели жить, размножаться, любить и заниматься своими делами. И 24-го числа мы потеряли все. Я совершенно... Вот вы спрашиваете, буду ли я петь на русском? А я вообще не знаю, буду ли я петь. Потому что нужна ли будет кому-нибудь музыка? Нужна ли будет моя профессия? У нас очень многие артисты. Кто-то пошел в армию, кто-то чистит картошку для того, чтобы кормить терраборону, людей в бомбоубежищах. Моя подруга с первых же дней принимает у себя в офисе, у нее бывшее бомбоубежище, 300-400 человек в день. Она их кормит, она их обогревает. Потому что люди ночуют в бомбоубежищах. Они не могут ночевать в своих квартирах, потому что в ткебе ночью может прилететь бомба. И вот мы все находимся в этом состоянии. Я не знаю, буду ли я петь по-русски. Мужа моего не выпустили. Мой муж находится в Киеве. Он довез вас до границы? Конечно, он довез вас до границы. И я это наблюдала. Да, мой муж терраборонен. Каждый день общаемся, конечно же. У нас обязательно по телефону три раза в день мы договорились, как только мы с ним попрощались. Что мы... А часто уже в Киеве? Нет. Там, где он находится, от эраборона, это же территориальная история, где ты, допустим, по месту прописки, ты охраняешь свое место, где ты живешь. Поэтому нет, там нету. Я очень сильно за него опасаюсь. Очень сильно опасаюсь. То есть ты сидишь здесь и понимаешь, что твой муж там с окружием в руках. Да. И я не единственная. Так мы все. Что он говорит? Вы общаетесь три раза в день. Что вообще? Какое там ощущение? Ну, мужчины, они же храбрятся. То есть он меня поддерживает. Потому что это я оказалась оторванной. Это я оказалась как без воздуха. Для меня быть без своей работы, быть без своего дома, это очень тяжело. Вы говорите с ним о будущем. Вот у тебя есть понимание, что будет с семьей дальше? Вы хотите вернуться в Украину? Конечно же. Или вы хотите остаться где-то, не знаю, в другой стране и попробовать получить? Я хочу очень сильно вернуться домой. Это единственное, что меня сейчас интересует. Невозможно наслаждаться абсолютно ничем. Когда мне кто-то говорит, вот ты, вот там, там же так красиво. Я не вижу этого всего красиво. Я никогда не понимала слова ностальгия. Мне казалось, это какой-то такой атовизм, непонятно откуда, что это вообще, о чём это. Я так понимаю, что это такое. Где бы мы сегодня, украинцы, не находились, мы хотим только одного. Мы хотим вернуться домой. И это единственное, что меня держит. Что обязательно мы вернёмся домой. Мои дети очень хотят домой. У них остались животные. Они оставили своих кошек, собак. Это они ставили свои комнаты. И все разъехались по разным точкам. И я имею в виду их друзья, мои родные. Получается, что в Украине очень много людей переместились на западную Украину. Они тоже находятся вне дома. Это наряду. Я понимаю, что тем людям, которые живут в оккупации, тем людям, которые живут под бомбами, им намного тяжелее. Поэтому что нам жаловаться? Понимаете? Мы живы. Это очень важно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!